всем привет у меня сегодня очередное видео о марилин монро огромное спасибо моей зрительнице которая подала такую прекрасную идею мне показалось что действительно многим поклонницам и поклонникам марилин монро будет очень интересно прогуляться с любимой актрисой для тех кто впервые на моем канале у меня это далеко не первое видео о марилин монро у меня есть отдельный плейлист и под видео я всегда ссылочку оставляю поэтому заглядывайте туда я там разобрала уже практически все темы которые касаются марилин монро кроме этого обязательно подписывайтесь на меня в телеграм-канале потому что мы там тоже очень много всего интересного обсуждаем и у нас там очень приятная атмосфера поэтому жду вас всех там а что касается сегодняшней темы видео то мы с вами будем гулять по манхэттену по 5 авеню 5 авеню это вообще одна из главных улиц нью-йорка это фактически символ нью-йорка и марилин там бывало частенько естественно в тот период когда она жила в этом городе бывала в магазинах гуляла там и в общем сегодня мы постараемся пройти по местам где бывала марилин так что сейчас я удалюсь за кадр чтобы вы могли насладиться вот этой атмосферой погрузиться в нее и прогуляться вместе с нашей любимой актрисы с нашей любимой марилин и так представьте 1957 год манхэттен пятая авеню здесь будут фотографии фактически с одного дня но кое-что я еще добавила потому что марилин конечно была неоднократно в нью-йорке и здесь вы можете увидеть как она общается с поклонниками и ходит по городу по пятому авеню но не все фотографии удалось определить то есть определить местоположение где они были сделаны например вот эти вот фотографии с каким-то магазином то ли зоомагазин то ли это и магазин игрушек непонятно здесь марилин позирует возле флагманского магазина тиффани и она стоит возле дверей но кроме этого она вместе с прохожими разглядывала витрины а также общалась со своими поклонниками и фотографии как видите сделаны в разном качестве и в разных вариантах с какой-то обработкой и без я нашла этот магазин на google картах и как видите он сейчас весь в такой в строительных лесах но в принципе я думаю место узнаваемое и как видите еще старенькие фасады проглядывают интересно что в итоге сделают а хотя вы знаете я присматриваюсь может быть это не строительные леса ой наверное это все-таки не строительные леса это скорее всего так и сделано как крытая какая-то площадка вот он главный вход главный вход который в свое время и украшался марилин стояла с левой стороны если вот глядеть на экран то у левого окна она стояла и заглядывала тогда были витрины с украшениями а видите на вот это здание на заднем фоне она и сейчас сохранилась и это магазин который назывался бергдорф гудман открытый в 1928 году вон он сейчас мы к нему подойдем и этот магазин существует и до сих пор правда неизвестно была ли здесь марилин по крайней мере никаких фотографий нет и свидетельств тоже нет но возможно гуляя по пятому авеню она все-таки сюда заходила кстати сейчас напротив вот этого магазина это магазин с женской одеждой напротив еще открылся магазин с мужской одеждой и если отсюда посмотреть то видите вон сифоне и марилин стояла именно там там ее и фотографировали и в общем-то был захвачен фасад вот этого вот здания марилин возле своего любимого магазина косметики элизабет орден и фотография сделана не в этот день вот как выглядит сейчас вот эта знаменитая красная дверь но при попытке найти ее на google карте мне пришлось очень здорово потрудиться потому что как оказалось дома с номером 691 он вроде бы как будто бы обозначен на карте но толком точнее магазин обозначен на карте но дом этот найти было очень и очень сложно мне пришлось искать по каким-то другим признакам в итоге я его нашла теперь вместо надписи элизабет орден там красуется номер дома я так и не поняла может быть закрыли этот салон потому что в интернете есть информация что закрыт навсегда ну вот не знаю и красной двери как видите уже нет а это очень известный универмаг сакс причем известный на весь мир здесь марилин очень очень часто бывало к сожалению фото мне не удалось найти много фото марилин в каких-то магазинах но не и не к сожалению не везде указано в каких точно но вот этот магазин который точнее универмаг который любит и по сей день жителей нью-йорка и марилин в 1951 году здесь снималась для рекламы этого магазина в принципе здания практически не изменилось вот она фото сделано внутри этого здания а это марилин закусочной к сожалению мне тоже не удалось найти в какая точно закусочная была и где она находилась но вот такие замечательные фото сохранились одни из моих самых любимых фотографий марилин здесь она позирует возле фонтана а этот фонтан находится возле отеля plaza и этот фонтан называется фонтаном пулицера потому что он был построен на деньги журналиста пулицера состоит он из пяти бассейнов которые находятся на разном уровне и поддерживают шестой бассейн виде раковины и сверху богиня это уже современный вид и здесь все очень узнаваемо фактически здесь все сохранилось также и вот ведь это богиня сверху и здесь даже можно найти то самое место где сидела марилин где она полоскала свои ножки все это узнаваемое все это выглядит точно так же сейчас я вам покажу что здесь вокруг как это место в принципе выглядит конечно здесь какие-то здания наверняка достраивали что-то менялась но в целом в принципе узнаваемо вот он этот фонтан место очень красивое ничего не скажешь и вот она то самое место где стояла марилин и полоскала свои ножки это вот как раз таки вот этот вот правый угол так скажем вот он я даже вам немножечко поближе его покажу видите вот то самое место я думаю если вы сравните фотографии то тут же узнаете а вот этот вот уголок как раз таки где она сидела и сделаны вот эти вот все снимки когда к ней поклонники подходят и когда она одна без поклонников все точно так же сохранилась вот она это место с этой стороны а вот сейчас я вам покажу здание вот она это здание которое хорошо видно на одной из фотографий когда марилин фотографировали со спины как раз таки вот виднеется вот это здание эти фотографии марилин были сделаны в отеле plaza это один из старейших отелей нью-йорка один из самых известных и здесь 1956 году прошла конференция по поводу начала съемок фильма принц и хористка вот как он выглядел давным давно еще даже до того как марилин там побывала но вот это вот кадры настоящего времени по крайней мере те которые в google находится и опять я не пойму что это строительные леса или это все так и сделано специально но как-то выглядит честно говоря не очень аккуратно на мой взгляд вот он этот отель он как раз таки возле фонтана точнее фонтан наверное правильнее сказать что это фонтан возле отеля вот где марилин как раз таки и фотографировалась вот он видите этот фонтан ну а это совершенно чудесные снимки в центральном парке и здесь марилин выглядит ну настолько земной настолько так скажем обычной женщиной не какой-то богини небожительницы она здесь простая девушка которая отдыхает в парке позирует катается на лодке и мне вообще очень нравится фотографии марилин там где она естественная то есть не старается как-то повернуться правильно для кадра а такая какая она есть и конечно сейчас сложно определить точное прям место где марилин было где сидела но где-то вот возле этого озера а которое называется озеро жаклин кеннеди и вот где-то в этих местах стояли как раз таки эти столики с этой ли стороны или с другой стороны конечно сказать сложно кстати этот парк этот у это озеро созданы искусственно вот я вам показываю на карте как они выглядят сейчас я буду так знаете по некоторым улочкам проходиться чтобы вы имели представление как этот парк в принципе выглядит здесь кстати проходили съемки один дома если помните видите какой огромный парк поэтому вот где-то здесь гуляла марилин где-то здесь она сидела на лавочках где-то вот в этих вот местах мне здесь понравилось я бы с удовольствием сама погуляла по такому парку но это одно из мест марилин монро марилина в магазине мужской одежды это был какой-то из небольших магазинчиков хозяин конечно же тут же закрыл этот магазинчик когда марилин зашла дал ей возможность погулять по нему и тоже я не нашла ни название этого магазина не место его положения только известно что это было на 5 авеню и как видите здесь марилин тоже позировала посмотрите сколько народа собралось это видно а конечно в окне может быть кстати по зданию напротив жители нью-йорка и смогут определить какое это место я надеюсь эта прогулка с марилин монро вам пришлась по душе жду ваших комментариев всем пока